Брусчатка сменила окопы, а вместо разрывов снарядов доносится пение птиц. Вот с такой новой реальностью сталкиваются военные, вернувшиеся из зоны боевых действий. С новым миром нужно подружиться, его нужно принять, но порой сделать это очень сложно. И теперь помогают им в этом специалисты бывшего санатория Лермонтовский, который не так давно стал объектом Министерства обороны и сменил свое название на Одесский. Что тревожит бойцов и как здесь в этом помогают, мы расскажем в нашем сюжете. Без формы, без бронежилетов и без своего верного оружия в них трудно угадать морпехов. На две недели санаторий для них по-военному стал пунктом временной дислокации. Цели поставлены вполне мирные – пройти курс физической и психологической реабилитации. 35 морпехов – это первая волна стартовавшего проекта. Потом их сменят боевые товарищи из других подразделений. Сейчас будут выходить еще бригады, они уже хотят, они уже наслышаны. И уже большое желание, вот тут две бригады, которые выходят, приедут к нам сюда на реабилитацию сразу после выхода. С ними проводилась хорошая глубокая проработка, помимо медицинского. Медицинская реабилитация проходила психологическая. То есть им дополнительно это мы устраивали экскурсии, развивания развлечений. Для того, чтобы ребята просто почувствовали себя людьми и увидели, что о них заботятся, их ценят и восстанавливают полноценно. Фронт из года в год подтачивает здоровье бойцов, даже молодых. Благо, для профилактики травм и заболеваний в санатории есть все. Массажный кабинет, аппаратная терапия, лечебная физкультура, бассейн. Молодого морпеха Дениса мы застали как раз на процедурах. У парня проблемы с позвоночником. Так о себе напоминает постоянное ношение бронежилета. Да и к тому же изматывающий военный график. Физические травмы только часть проблем. Многие жалуются на психическое состояние. Морпехи говорят, что когда услышали о психологах, некоторые отнеслись к недовериям. Боялись, что поставят нестроевой диагноз. Те же, кто решился на реабилитацию, говорят, что не жалеют. Ведь проблем скопилось уже достаточно. В первую очередь беспокоит непонимание со стороны окружающих. Получилось у меня почти два месяца пробывания дома. Я их провел в квартире. Мне не хотелось выходить на улицу абсолютно. Мне не хотелось ни с кем общаться. Они не понимают, почему я там. Они думают, что я зарабатываю деньги. Это сумасшествие. Другие думают, что я служу для высокопоставленных чиновников, которые на этом зарабатывают деньги. Дмитрий говорит, что раньше воспринимал людей с другими взглядами как врагов. Но здешние специалисты объяснили, как с ними общаться и ориентировали на поиск позитива в любой ситуации. Другие военные говорят, что одним лишь непониманием проблемы вернувшегося с войны не ограничиваются. Но здесь им помогли совладать со всеми трудностями. Проблема нестандартная, по-моему, у всех. Расстройство сна, агрессия. Ну, какая агрессия? Не то, что на людей. Ну, как бы вспыльчивость, общая усталость, подозрительность. Ну, такие там. Многие из нас первый раз побывали в театре, в опере, в дельфинаре, опять же. Вот хотели пойти на рок-концерт, но не повезло. Задача психологов – проработать страхи и переживания. Если обнаруживается более глубокая проблема, бойца передадут другим специалистам. Здесь психолог – это друг, а потом уже реабилитолог. Главное, говорят они, объяснить бойцу, что изменения в поведении – это нормально. Они агрессивны, они еще какие-то… Они имеют право на такую поведенку, потому что там это все их спасает. Это все им помогает. И когда человек переключается в мирное житие, просто наше общество не очень готово их понимать. И они сами деколи не понимают. И вот у нас тут, проходячи этот курс, мы им рассказываем, чему с ними происходят эти или иные процессы. И как их использовать для себя на пользу. В доверительных беседах с психологом военные проходят профилактику боевого стресса, обновление психоэмоционального фона. Результат своей работы психологи характеризуют одной фразой. Напуганные подозрительные взгляды исчезли, появились добрые, пытливые глаза. Уже скоро психологов ждут новые особенные пациенты, которых нужно вновь вернуть к жизни без обстрелов и потерь. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.